На тюркских языках гул значит цветок. Своей редакции у девушек нет, деньги молодой коллектив репортеров женской газеты экономит, чтобы сделать больше номеров. Без аренды помещения гранта-мемориала, который журналисты выиграли в прошлом году, хватит на 10 месяцев. Женщины из Центральной Азии, у них не всегда есть доступ к нужной информации, у них не всегда есть ресурсы, как временные, как языковые, так и просто психологически как-то за эту помощь обратиться. На страницах газеты ГУЛ можно прочитать о бюрократии, правах мигранта, к работе. Отдельная тема – здоровье. Сами журналистки уверены, если они не расскажут читательницам, например, о женской гигиене, большинству восточных девушек никто не расскажет. Мы писали про именно женское здоровье, про профилактику рака груди, рака шейки матки, про ведение беременности – это темы, которые абсолютно табуированы в любом традиционном обществе, поэтому мы хотели таким образом их раскрыть. Есть девочки, которые стесняются даже своей маме об этом говорить. Получается и домашние аборты, потом они обращаются к врачу, и это уже будет поздно. Газета бесплатная – это большой плюс для целевой аудитории, но в обычных киосках ее не найти. Свежие номера репортеры стараются оставлять в кафе, куда могут заглянуть мигрантки. А самый надежный способ – передать гул потенциальной читательнице прямо в руки. Журналисты и волонтеры раздают экземпляры у метро, на рынках и возле миграционных центров. Так, по наблюдениям девушек, больше всего пресса на родном языке нужна приезжим из Узбекистана. Много из Узбекистана вообще не понимают русский язык. Есть такие места Узбекистана, где в школах вообще не учат русский язык. Не везде сейчас учат, но не акцентируются именно на русский. Газету у метро охотно берут и мужчины. Кто-то из любопытства, а кто-то для своих домашних. Да, можно посмотреть, прочитать? Может, интересно. Здравствуйте, привет Ленинграду! Тем не менее, основная аудитория – все-таки женщины. Для них в газете прописаны буквально пошаговые инструкции. Как устроить ребенка в детский сад или школу, какие справки для этого надо собрать. Кроме того, в газете публикуют контакты благотворительных и правозащитных организаций. Понятно, что теоретически можно любую информацию получить. Но нам кажется, что информация должна быть доступнее, она должна быть на языках приезжих, чтобы им было удобно ее получить. Они могли задать вопросы, если они хотят. Сегодня тираж газеты – 2000 экземпляров. Есть интернет-версия. Сейчас журналисты и переводчики распространяют в Петербурге второй номер газеты, готовят к печати третий. Далеко в будущее не заглядывают. Главная задача для новой редакции – найти своего читателя. В прямом смысле слова, многие мигрантки из-за административных и других барьеров на полулегальном положении. В том числе, потому что вовремя не получили нужную информацию. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.